Здравствуйте, с вами Ольга. Наконец-то мы выбрались с козами и с детьми погулять, потому что дети давно уже просили, но у нас не было всего возможности. То у нас дождей, то у нас моросеет, то времени нету. Ну а сегодня такая вроде хорошая погода выдалась, нету дождя, периодически даже солнце выглядывает. Дети сегодня освободились пораньше, и мы решили вот с ними побежать погулять. У нас здесь замечательная тарзанка, сосна есть, кто-то сделал здесь тарзанку давно, и все дети здесь любят кататься, мои просто обожают. Вот мы периодически сюда приходим, здесь и козы кушают, любят полакомиться, здесь куча всего есть, и хвойные деревья, и травку можно пожевать. Ну и дети вот здесь раздулья, конечно, здесь вообще просто очень красиво, и водичка тут есть, и горки тут всякие разные есть. Вот, ну и тарзанка в том числе. Сегодня хотела так немножечко рассказать о том, что у нас происходит в хозяйстве с козами, что вообще происходит у нас в саду, вот, ну и что происходило за эти дни. А мы тут еще ездили недавно в гости. Настя, девочка, любит заниматься птицей, курицами, фазанами. У нее там куча разных птиц, куча разных пород кур, вот, и также у нее есть страусы. Ну, она нас позвала в гости, мы приехали, заехали на немножко совсем повидать страусов, потому что мы их видели, когда они были маленькие, теперь они выросли, стали большие, такие они красивые, такие они веселые ребята. Они их, конечно, ну, приучают к рукам, поэтому они, ну, вначале, конечно, нас очень испугались, потом вроде стало очень любопытно. Дергали нас за юбки, дергали нас за куртки, за все блестящее, за волосы усимы пытались ее дернуть, вот, ну, зубов у них нет, я так поняла, но вот щипают. Вот, конечно, очень интересные животные, они их выпускают тоже по огороду побегать. Вот, а что, страусов мы тоже тут держим, ну, в соседней, правда, деревне, не в нашей деревне, в соседней деревне, то, что страусы у нас тоже есть. Вот, ну, и о козах тоже хотела немножко поговорить, козы начинают приходить у меня в охоту, козы начинают у меня тоже уходить в гон. Единственное, что у меня козлики еще маленькие, потому что я убрала больших козлов, потому что надо было поменять уже козлов, так как у меня остались их дети, козы, вот. И купила я других новых козлов, Нубийского и Занинского, вот, но, насколько я знаю, что Нубийский козел очень поздно достаточно приходит в такую половую зрелость. А Занинский они раньше, но и, да, действительно, так получилось, что Занинский у меня вонял вовсю, чем спровоцировал коз, то есть он уже душится, все хорошо у него. А Нубийский, он вроде как и работает, и хочет работать, то есть все у него получается, но он не душится. И когда я сводила Нубийского козла с цветными козами, со своими, не хотелось, соответственно, да, чтобы цветные были, они его кусали за уши. Никаких вертолетов хвостами у них не было, у них все резко закончилось. Не хотели они вообще с ним иметь никаких дел и пытались укусить его за уши, но пришлось поэтому укрыть меня всех Занинским козлом, потому что, когда я приводила этого алмаза своего Занинского козла хорошего, все они сразу начинали вертеть хвостом, там, к нему лаза, это морду ссовать в бороду, все такие счастливые, довольные, но пришлось укрыть, короче, вот Занинским козлом. Остались у меня две козочки непокрытые, это вот моя самая большая Занинская коза, которая дает больше всех тоже Аврора, и Дарушка, Дарушка хоть и маленькая еще козочка, сколько ей месяцев 8, но вот я ее измеряла по весу, она подходит, в общем-то, для покрытия, и в моей практике уже было покрытие и раннее, ну вот где-то в 9-10 месяцев, и было позднее покрытие, то есть полтора года, и даже было в 2 года у меня как-то покрытие, и могу сказать, что особой разницы я не вижу, но мне больше понравилось именно раннее покрытие, потому что козы, которые покрылись раньше, там, да, в 9-10 месяцев, они не дают меньше молока, то есть говорят, иногда там меньше молока, будет еще что-то, нет, ничего не меньше, все замечательно, все отлично, дают там по 5 литров, с этим вообще проблем нет, вот, а те козы, которые покрылись позже, при том, что мама у них очень хорошая, там, генетика, то есть, ну, я правда не знаю, что там с папой, вот, но дают они мне мало, то есть до 3 еле-еле, там, дотягивают еле-еле, поэтому я поняла, что для меня все-таки ранее вот это покрытие 9-10 месяцев, оно для меня лучше, чем крыть в полтора года, мне вообще не понравилось в полтора года, потому что и приходят они как-то хуже в охоту, вот, поэтому дару я, наверное, буду сейчас скрыть, вот, козликом, интересно, я не знаю, каким придется, видимо, занятским козлом, потому что, ну, биски, я говорю, что он еще не тушится, они на него не реагируют, не хотят они с ним иметь никаких дел, вот, еще хотела рассказать, что у меня, я жду посылку от Елены Бутримовой, она у меня потерялась, бедная моя посылка, уехала совершенно не туда, куда надо, уехала вначале в Казань, я уже начала нервничать, думаю, ну, сейчас ее завернут в Москву, нет, ее не завернули в Москву, она до Великий Новгород, ее не завернули в Москву, ее отправили еще дальше, в Новосибирск, тут я, конечно, уже забила тревогу, Леня тоже сказала о том, что у меня посылка совсем уехала не туда, куда надо, едет куда-то не туда, и спасибо, конечно, огромное Елене, потому что я пыталась найти телефон этой почты, там, сортировки, мы с мужем там искали, пытались звонить, я там, разговаривала с роботом, но в итоге я-то ничего не нашла, вот, Лена, она дозвонилась докуда-то, она с ними там ругалась, вот, посылку развернули, очень ей благодарна, посылка сейчас уже в Питере, значит, уже на следующей неделе все, она будет, Я ее уже жду, конечно, ездила она уже долго, уже больше двух недель, она у меня катается по России, повидала, наверное, всю Россию практически, вот, лягушки-путешественницы у меня, так что скоро придут, очень жду эту посылку, прямо самая долгожданная посылка, потому что, конечно, у меня первый раз такое произошло, что посылка потерялась, поехала не туда, куда надо Ну вот, в общем-то, в саду у меня ничего такого особенного нету, в саду все достаточно печально, потому что в сентябре были сильные достаточно заморозки, очень сильные, повредило достаточно много растений у меня, а после этих заморозков, вот, в конце сентября, октябрь, он теплый, он реально теплый, градусов 11-12, то есть это тепло и дождливо, да, дождливо, очень сыро, очень влажно, урос вроде листья, неплохие, все хорошо, нижнюю часть листьев они сбрасывают, вот, но цвести не цветут, конечно, они, видно, что желание у них есть подцвести, но просто нет сил, и все это гниет, это все сгнивает, не знаю, это все в ужасном, конечно, состоянии, все эти цветы, ну, ни один цветок после 10 сентября ни один цветок не раскрылся у розы, гортензии все стоят в ужасном виде, я знаю, что людям нравится, когда бурый гортензий, то есть они такие красивые, да, декоративные, но у меня это какие-то непонятно, что вообще такое висит, очень некрасивые, вот, поэтому, короче, в саду дают такие краски, это, наверное, вот, кизильник блестящий у меня, я его черенковала, вот он уже вырос у меня, вот он очень красивый, вот в нашем, да, северо-западном регионе, он дает краску, быстро не опадает, на заморозки не реагирует, то есть он, да, придает красоту осенью. Хризантемы, хризантемы в начале, в сентябре, конечно, выглядели ужасно, что-то кислые, заморозкие, вот эти дожди лили, и они выглядели ужасно, сейчас они, ну, красивые, красивые. Хризантемы мне очень нравятся, хочу пополнить коллекцию своих хризантем, именно корейских. Мультифлору я не люблю, с ней надо заморачиваться, чтобы она быстрее зацвела и не вымерзла, с корейскими мне попроще, я их не выкапываю, я их укрываю просто на зиму, либо листвой, либо еще чем-то, корзинами там, ну, и чтобы вот влаги не было. Но у меня песок, песчаный грунт, поэтому мне проще, наверное, потому что я знаю, что, вот, к примеру, где я тоже брала хризантемы, 30 километров от нас, вот, у них там глина, болото, и она очень удивляется, что у меня, корейские хризантемы выживают, но я и говорю о том, что у нас они, что у меня песок, да, у нее болото, то есть, как бы, они вымокают. Поэтому, вот, конечно, делаю акцент на хризантемах, потому что, да, они выживают, они цветут, они заморозки переносят, вот, ну, конечно же, это барбарисы, барбарисы шикарные, красивые, вообще просто потрясающие, желтые, бордовые, красные, а вот, надо тоже пополнять коллекцию, чтобы поярче было осенью, ну, вот, какие-то хвойные тоже красивые, голубые, желтые, зеленые, вот, и верески, да, верески, верески красивые, очень красивые, цветут у меня всякие разные, в разных местах покупала, верески хорошо, но сортовые, лесные уже отцвели, лесные уже все, закончили свой цвет, а вот цветут сортовые сейчас, вот, и они, как бы, конечно, сейчас тоже очень радуют, и, кстати, Алису, да, осенью у него ярче цвета, красивый. Пока мы тут с ребятами гуляли, у меня убежали козы, мы гуляем с детьми, они катаются на тарзанке, я сижу там с ними общаюсь, и в какой-то момент подходит ко мне Серафим и говорит, мама, где козы, смотрю, коз нигде нету, а мы при том сидели наверху, да, то есть все прекрасно видно, короче, козы у нас сбежали, сбежали козы, ну, я решила, либо они домой ушли, либо они ушли подальше там погулять, ну, в сторону деревни, вот, так и Глеб вызвался пойти посмотреть, где они и что они, вот, побежал за ними, в итоге прибежал обратно с ними и говорит, они ушли на дикую яблоню, тоже еще не дошли до деревни, ушли на дикую яблоню, там ели яблочки, очень любят яблочки, вот, а что яблочки покушать, они ушли. То есть самостоятельные девочки стали, как вот поставили электропастуху, эту электроизгородь, где они гуляют самостоятельно у меня, да, за изгородью, они, после этого я стала замечать, что стали более такие спокойные, то есть я им уже не особо нужна на прогулке, они могут самостоятельно куда-то пойти, то есть как-то уже, вот у них страх вот этот прошел без меня куда-то идти, вот. Ну вот, а что прибежали они с Глебкой сейчас обратно, он их привел, да что вот, ну такие дела, осень-осень, слава богу, хотя бы осень теплая пока еще. Ну все, хотела на этом уже заканчивать, хотела, конечно, еще несколько слов сказать о том, чтобы мы, наверное, не унывали, не теряли надежду, верили и самое главное, конечно же, молились, молились за наших ребят, которые ушли сейчас воевать, им наша поддержка, наши молитвы очень нужны им. Ну все, до свидания.